Ну как? Ну как? Не везет тебе, брат! Не везет! Ну что, ждем, ребята, ждем божественную гоночку. Божественную. Ты ноги научился ставить, да блин, еще как, еще как, ребята. Давайте Mexican Runner, там, привет передавайте. Отличный человек, между прочим. О, окей, не winter. Да, я понял, чувак. Winter sucks. Понятно, значит, Мексика на... Yeah, AGDQ, yeah, you're right. So you're going. Так, получается, Mexican Runner все-таки... Получается, он все-таки едет. А ставки можно сделать? Нет, ребята, нет. Слушайте, тот спорт, где можно делать ставки, как правило, похерен ужасно. Я надеюсь, что очень долгое время в спидранах не будет ставок никаких. Ждем, пока готовится. VR на харде будешь делать? Давай, fucking world, давай. Давай, брат. Давайте. Кому нити. Французские, французские спидранеры сейчас отжимают реально все, блин. Они просто какие-то жесткие стали, вообще просто какие-то бешеные. Давайте им жопу всем оторвем и бейте их. Бейте их, берите в VR. 20-ка, это он лыгетч, и от меня еще одна. Boom from heaven. Спасибо. Слушайте, он лыгетч у нас этот, тот еще жук. Значит, на сабскрэмбу за 25 доляров у TeamCity наныл. Теперь наныл еще, чтобы от его имени 20-очку отправили. Ну, вообще просто. Паразитирует, ребята, паразитирует. Один спидбет. Да. Не то слово. Ну, чё? Really? За он лыгетч, капу-капа. За он лыгетч. Ну, хорошо, просто зефир. Спасибо. 5-20-к, ничего себе. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Видали? Чем по футболу отжали? Спидраны отжимаем. Что дальше? Дальше, как бы, всю твою родню, твою девчонку, твою... Не буду развивать мысль. Ставки на соус. Ну, ладно, посмотрим. Твою жопу. Вполне возможно. Жепу. Ну, чё? Ну, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Я аж поперхнулся, ребят. Цоком. Так. Чё за тема с камин-аутом, ребята? Расскажите мне. А то я чё-то это сегодня дела делал и не в теме. Минус тысяча? Где минус тысяча? А, минус тысяча поинтов. Да. Да-да-да. Минус тысяча. Ну, чё, ждём. Посмотрим. Вообще, Спейси, он норм бегает. Якуца, норм бегает. Тут клоуза. А как ты сделал DS3, чтобы у тебя чар был ярко-синий и светился, брат? Ты можешь управлять цветом кожи своего персонажа. Зайди. Блин, странные вопросы. Чё, поехала, Жара? Ээээ! Стример! Камера! Алё! Камера, камон! СВЧ, алё! Камера, please, чё мы в этом очке, блядь, смотреть, что ли будем? Hello! Так, зайдите на главную трансляцию Speed Gaming 2, ребят, Speed Gaming 2. Ну-ка, сморков там. Пишите камера и сморки туда, просто зайдите на эту, блядь, ссылку, киньте на главную трансляцию. Что это за дресня? Алло! Камера, фикс камера, please. О, вау, якутцы застрял в гробу. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ну, чё, ребят, нормально, будем смотреть в очке. Зато абсолютная реклама, ребят, абсолютная реклама. Сверху, везде, подписывайтесь. У нас есть звук теперь, да. Звук есть, но... У-у-у-у! Танкью! Танкью! Вот. Теперь я у меня горю, горю, ребята, горю. Пэт-пэтюш! Ты еще правильный. Е-бой! Спасибо за два месяца, брат. Это должно выглядеть гораздо лучше. Верни очко. Все. Все, Амайя. Камера фикс. Ну, чё, якутцы сейчас у нас немного отстает. Ну, хотя, не, не особо отстает. Но ни таймер не синхронизирован. Эрбедес Зуэрес. Блядь, это с какой страны, кстати? На каком это языке? Глютвердехн. Это немецкие, ребята. Немецкий Дарк Соулс. Не-не-не, там просто время отстает, ребят. У него таймер на 6 секунд позади, даже на 7. Так что их надо синхронизировать немножечко. Ну, как всегда, все по стандарту. Шортсорт. Фаер шортсорт. Фаер шортсорт. Тамблбаф. Изи. Дайте потише сделаем. Потише сделаем человека. Наш комментейтор просто. Англоговорящий коллега. Слишком громкий. Так. Кто такой Спейси? Ну, Спейси, кстати, по-моему, у Спейси... Спейси Кевин, насколько я помню это. Он у Спейси L1 переименовался никнейм. И у него даже время, лучшее время, лучше, чем у меня, между прочим, ребята. Так-то. Так-то. Между прочим. Не хухры-мухры. А якутцы тоже, он неплохо выступает. Но нас Кимп очень сильно трайхардит на турнире сейчас. И следующие туры будут очень интересны и увлекательны. И Абискс Окса еще остался на турнире тоже. Поэтому мы как бы это... Прикинем хрен к носу, так сказать. Ну вот, типа, и все такое. Так-то ты уж пенсионер. Ну, понятное дело. Ну, я еще как бы... Знаете, играющий тренер, вот, собственно. Я тренер коммунити, но при этом еще играю, выступаю, понимаете, иногда. Вот. Вот так вот. Вот они синхронизируют сейчас таймер как раз-таки, ребята. Ну, и спейси совсем чуть впереди. Найс фризы. Найс фризы, ребята. Фризует немножечко. Немного фризы по-добильному написано. Ну, ничего, нормально. Здоров, хан 57, рус. Можно следующий кадр, пожалуйста, якутцы, плиз. Следующий кадр. Найс. Сейв за фрейм, как говорится. Подбирает даггеры для тамблбафа. И спейси сейчас выходит из игры, потому что его подблочили. И еще и алибардой по заднице надавали. А якутцы просто решил даже не рисковать, сразу выходит. В итоге спейси сейчас, скорее всего, вообще с маленьким количеством хп останется. А не, половина. Ну, конечно, нормально, но все равно. Почему немз ливнул? Потому что он хочет в Бладборн играть. Немз ливнул, потому что, понимаешь, это вот чисто описывает немзы как человека. Он постоянно так, ребята. Если ему что-то не хочется делать, ничего нету, никаких профитов, ничего. Он не будет это делать. И как бы его понять-то можно. Ну, я бы вот на его месте, если бы вписался, то как бы уже до конца гейминг. А он просто вписался, выбил как бы из турнира пару чуваков в лузера и забил болт. Ну, бывает что. Ну, я уже объяснял то, что он сейчас тренит Бладборн по-жёсткому. И когда ты тренишь одну игру по-жёсткому, то лучше бы тебе, как бы, ну, не играть в какую-нибудь другую игру. Потому что ты не сможешь играть на максимальном уровне. Реально, вот прям супер затренировано в несколько игр прям подряд. Ну, если ты пытаешься отжать ещё и результат. Бля, ну, можно икуты, блис. Стоп лагинг, бро. Мне кажется, у него фреймы просто валятся нахер. Он даже не обращает внимания на свою трансляцию. Ну, бывает, ладно, ничего страшного. Ну, он делает у нас сейчас, использует... Молниевую смолу. Выкидывает её. Что? Он её не скинул. Брат! Брат, ты её не скинул. Брат, брат, ты её не скинул. Рип. А, нет, скинул. Подождите. Ох ты. Интересно. Я чё-то не видел, чтобы она валялась. Чё за бред? Какая-то невидимая, блин, смола. Делаем 7 ударов здесь. Потом копим полностью стамину. Разряжаем ещё 6. Он начинает переходить во вторую фазу. И в следующие 2 удара его оглушат. Главное, чтобы не сразу их нанести. Потому что у него иммун к оглушению, когда он ещё рычит. Когда он начинает двигаться, тогда можно его оглушать реально. Почему вы не любите ансабов? Они же клёвые. Блин, брат, ты не понимаешь. Ты не понимаешь мемы. Все, как бы, нормально относятся к ансабам. Чё за бред? Просто это извечное, знаешь, как противостояние Орды и Альянса. Как ансабов и сабов. Ну, ты понял. Да, это чисто тупо мем, блин. Никто здесь, как бы, не обижает ансабов. Тыкает ансабов, вон, палкой. Железный. Азазель, как бы, это... Брат, у тебя сабки-то нет. Стример, вернись на место. Нормально всё, я горю. Как скажете. Все поджигают бонфайр, никто не делает грейплит скип. Как бывший ансаб авторитетно заявляю. Понял, принял. Переместись ещё раз. Смотри, я могу даже проделать трюк с исчезновением, ребята. Куэльный Копперфильд. Всё, видите, меня нет, а звук есть. Ребята, я невидимый. Я невидимый. Понимаете? Видали? А потом, раз, так, оп! О, видали? Вот так уметь надо. Учитесь. Так, подбираем сейчас, ребята, гем. Острый самоцвет, чтобы потом с гемитара наёмника зафигачить. Надеюсь, никто больше во время турнира не лоханётся в использовании... О-о-о, найс додж, Спейси. В использовании... Абис Вольчер глича, ребят, потому что... Ну... Бывает, чё. Значит ли это, что в РФ больше нравится Спейсиолс? Здорово, здорово, заебал спамять. Да я бы не сказал, как бы. Да хорош, гайс. Ну всё, ну перестаньте. Ну, чё вы спамите-то, блядь, ну просто так. Вот просто так спамите, ребят. Вот просто так спамите команды. Они же ради мемов сделаны. Ну, по ситуации используйте. Что же вы творите-то? Да ничего не значит это. Я откуда знаю, почему на офф-трансляции мало народу, а здесь больше. Просто классный. Подлизнул себе, ребята. Себе подлизнул. Ревиаса был на магии, ну... Ещё как, ребята. Здорово, Дэн. Здорово. Работает этот баг с бафом оружия? Нет, на последней версии вот так вот, в таком виде, как он здесь присутствует, баг на оружие не работает. Там есть немного другая версия, но она медленная и... Да. И, возможно, её тоже ещё раз пофиксили, потому что пвпшники опять разнылись. Да, понятно. Значит, они... Ребята, раннеры. Раннеры у нас сейчас не делают great wood skip. Просто бегут обратно. Но, опять же, чаще всего вас, конечно же, здесь не подблочат. Но обычно бывает так, что тебя реально подблачивают вот эти ребята. Так что там за мем-то с камин-аутом, ребят? Ну-ка, объясните-то. Вчера с корешем запирали бутылку в водке, а сегодня борет Манус. Я так понимаю, что он больше тебе не кореш. Правильно? Я понимаю. Подождите, а это разве Якутси был, у которого лагала трансляция? Это же скук был. Где несите следующий фрейм? О, Якутси не сделал прыжок, ребята. Фрип. Вафика, между прочим, продлевает подарочную подписку, которую задарил Наксел, ребята. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Спасибо большое, Вафика. Кто сделал камин-аут? И какой камин-аут прошел? Что за тема? Ну-ка, расскажите-ка мне. Вот здесь, ребята, на лифте кастуешь спук, начинаешь падать. И если ты получил стор дроу, то вот это прям косяк вообще дикий. Ты тратишь сразу секунд 20 сверху, потому что ты едешь обратно наверх, потом нажимаешь на кнопку, едешь вниз. Ну, в общем, это ужасно, ребята, это ужасно. Сейчас посмотрим. Ситуация может крайне резко измениться, так как у нас впереди фэрнкипскип. И мы сейчас проверим, кто из наших раннеров самый классный. Кто сегодня молился утром на бога фэрнкипскипа. Ну, богу фэрнкипскипа, точнее. Я обычно, если ловлю здесь стор дроу, то... Просто в баню. Сразу рестарт, ребята, сразу рестарт. Ты идешь, отдыхаешь, пукан тушишь, потому что, ну, блин, это... Это забейте. Кстати, у него ужасно получилось. Кинул слишком поздно, кинул черепы. Возможно, сейчас собаки не сдохнут. Да. Найс, найс гейм. Миязаки, Миязаки. Well played, Миязаки, well played. Собака заостряла в текстурах, ребята. Калыч, кого еще, кроме Эбис Вочеров, можно багать? Недавно смотрел стример, который багал Синдера. Почему на турнире этим не пользуется? Только на старом патче. Так работает, якутцы, у-ху-ху-ху. Брат, живи. Выходит. Так, смотрю, что никто у нас, ребята, никто. Домашние заготовки не работают, получается, Нодара. Ну, блин. Так, смотрим, спейси. Найс, спейси, джи-джи. Главное не упасть сейчас, брат, главное не упасть. Якутцы все еще старается, ребята. Все, ребята. Найс, якутцы тоже справился. Даже собак не убивал. Вы просто посмотрите на этого немецкого, на эту немецкую машину просто, ребята, посмотрите. Я не уверен, правда, из Германии он или нет, но язык похож на немецкий. Конечно же, не единственная страна Германия, которая использует, ребята, немецкий язык. Но, ну, не суть важна. Нет, конечно. Какие шпаргалки о чем-то? По поводу рекламы, некоторые каналы делают оригинальную озвучку для банальной рекламы того самого сайта для ставочек, и это не бесит. Так что главная подача. Нет, я ставки точно не буду рекламировать. Они мне уже засрали тоже знатно эти ставки на киберспорт. Так что нет. Нет, ребята. Если, если только, возможно, я соглашусь на эту тему, если они захотят проспонсировать поездку на GamesDankWeek. Но для того, чтобы поехать на GamesDankWeek, мне для начала нужно решить эту хуйню, по которой меня не выпускают из страны, блядь. Таран-таран-тан. Пиу. Так что пока что нет, ребята. Ну, я не буду вам всякую диджи затирать, особенно ставки какие-то, блин. Но никто этим не пользуется. Вот, например, пиццу там какую-нибудь по промокоду, это другое дело. Пиццу все хавают иногда. Так что ничего не вижу в этом плохого. Что-то ты долго решаешь. А я-то тут при чем? Там три месяца уже ребята делают. Ну, не три месяца, а два месяца. Сначала полтора месяца мне делали справку. Сейчас эту справку они сделали. И я ее передал в другое ведомство, блядь. Сейчас там они еще будут полтора месяца ковыряться, блин. Ну, замечательно, что я. Это же бюрократия, гайз. Бюрократия. Ну, кстати, у него с маной все нормально, можно бежать сразу. Но единственное, что у него не так много эстусов. Сейчас он похилится эстусом до фула. И если еще он получает... Побежит ли он направо сейчас по своей дороге? Да, побежал сразу направо. Потому что эстусов маловато, не хочет рисковать. Сейчас здесь ребята очень достаточно агрессивные. Поэтому могут напырять тебе. И спейси тоже направо побежал. Брат, ну, не знаю, не знаю. Это что-то... Что-то хрен узнает, ребят. В общем, ФКС они сделали вдвоем. И сейчас посмотрим Аббис-вотчер глич, ребята. Как она... Так вот, рассказываю еще раз. Синдера багают на старом патче. Категория не процент. Привет, как дело? Будет ли разбор Деус Ксуман Револутион? Хочу ее начать учить для спидрана. Что скажешь, норм, для начала? Ну, мои разборы для того, чтобы учить для спидрана, подходят только наполовину. Потому что я делал, как бы, подробный разбор по Мегамэну, где объяснял, вот, прям, каждый почти что вздох. Все сказали, что ты заебал просто паузить. И, ну, нахер. Хорош, блин. И так далее. Поэтому разборы нужны больше для того, чтобы люди влились сами по себе в спидраны. А потом уже начали изучать самостоятельно. Поэтому зачем ты ждешь разборов для того, чтобы начать спидранить Деус Кс Революцион? Просто берешь... ...и погнал. Хьюман Революцион. Да, больше сегодня будет, но попозже, после турнира. Так что не понимаю, не понимаю твоей, как бы... Здорово, здорово, заебал. Спасибо, Максим Иркутск, 20 рублей. Спасибо тебе за двадцатку. Чем вчера Боша заходил, далеко прошли. Мы прошли первый мир. Ну, план минимум выполнили, че. Закрепили, так сказать. Сегодня будем закреплять опять первый мир. Но только на клавиатуре. Потому что на контроллере играть вообще неудобно. То есть прыгать и стрелять вообще одновременно, ну, нереально неприятно. То есть диск, например, ему было бы удобно, потому что он играет на контроллере, как на рояле. А я играю как бы не совсем так, поэтому... Поэтому мне не совсем с руки. Ну, слушайте, прям ноздря в ноздрю сейчас идут, ребята. Чуть-чуть спейс отстает, прям совсем чуть-чуть. Поиграю после Боши в Чудрачу. Че-то в Чудрачу. Ну, это я поиграю вне стрима, Ализи, в эту игру. Ой, у меня обычный стандартный хват, ребята, на контроллере. Да, Клаву купил, купил Клаву. Посмотрим, как она. О, якутцы! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Найс-менюшка, я-а-а! Когда выходишь из игры, нажимаешь я-а-а! И выходишь. Каеф, надо немецкий язык тоже поставить, ребята, в Dark Souls 3. Шо за Клава? Ну, блин, я сейчас поиграю и скажу, шо за Клава. Там какая-то А4 Теха что-то купил, там какой-то Благи какая-то хренотень. Ну, че было-то купил, как бы, ребят, че. Да, я, скорее всего, пойду на Игромир. Я пока не знаю, на сколько дней и так далее, то есть, че там к чему. Но на Игромир я должен пойти. И хочу еще сделать вам всякие значки по фану, чтобы кто придет на Игромир, меня там найдет тому значок. Но количество будет ограничено, ребят, поэтому не знаю. Может, достанется не всем, а может, наоборот, еще у меня останется. Всякое может быть. Это, типа, Бош, ее даже создатель не прошел, но его в бане. Блин, SSD, короче, SSD надо заказать и просто купить его. И, как бы, я просто сейчас немножечко тяну, и SSD я обязательно куплю тут без вариков. То есть, я себе либо этот SSD-шник на плойку поставлю, либо новый на плойку поставлю, потому что местечко-то я пофиксил. Ну, че, у нас быстрый килл как раз-таки от Спейси. У него очень хороший рандом, ребята. Якуса, тем временем, получил не очень приятный рандом, потому что Волнер убрал быстро руку. Так, руку быстро убрал! Вот, знаете, иногда кладешь девушке руку на ляжку, а она-то ей, руки быстро убрал! Вот это, собственно, так и сделал Волнер. Игромир в Москве, да, Крокус, ой, не Крокус, а этот экспо-центр, ребят, экспо-центр вроде как-то там будет. Продам SSD новый, 6 месяцев всего на ситуацию. Спасибо, Бакарте, спасибо, оставь себе. Это были два разных вопроса про Диаусе Ксуман Револутион. Два разных вопроса. Макабом. Папа двадцатка с сынишкой. Спасибо. Так, я понял. Два разных, ты скажешь, норм для начала. Да, блин. Брат, для начала нужна та игра, которая тебе нравится. Все, там насрать, какая она, вообще без разницы. Хорошая она, не хорошая. Какая разница-то? Тебе же играть в нее. Не, Ализи, не. Я как бы это, играть в нее точно не буду. Мы больше сначала пройдем, а потом все остальное. Надо определенное количество ударов, не какое-то количество ХП. Да, у них есть определенное количество ХП и нужно определенное количество ударов. На первый браслет делаются ровно две заряженные атаки. На второй браслет, на той же руке, нужно семь атак. Чаще всего восемь. Но иногда бывает так, что браслет ломается с седьмого удара. Фиг его знает почему. Неизвестно. Блин, икутсы, блин. Пожалуйста, оставь нам фреймы хоть немножечко. Save the frames, please. И... А на последний браслет пять ударов надо. То есть ты сразу бежишь, причем там быстрое убийство. Ты сразу бежишь к этому браслету, делаешь четыре удара, он руку под себя ставит. Ты бежишь прямо туда и делаешь пятый финальный удар. Если ты не убил с пятого финального удара, то босс, скорее всего, пойдет вперед. И тебя тупо убьет его пердежом. У него воняет изо рта просто, ребят, поэтому там облака такие. Ну, вы представьте, вы были как бы большим-большим скелетроном. Сдохли сто пятьсот миллионов лет назад. Как у вас это должно вонять-то там в закрытом абсолютно помещении, понимаете? Воздух даже не проклевывается. Нет, у него не фризит. Фризит только трансляция. Ну, как у него так фризит? Это невозможно. Я сегодня, между прочим, захожу в лифт, заходит тянка такая, говорит А вы вниз? Я такой... Да! Фу. Блин, ужасно, ребят. Живая, ребят, живая. К сожалению. Так, Спейси получает отстойнейший рандом. Все еще нормально, есть удар. Да, Якутсу тоже справляется, ребята. Красавчик. Ну, нормально, у нас пока что прям ноздря в ноздрю. Здорово, Левиафан. Привет. Были феромоны. Не знаю, не знаю. Феромоны это такая дресня, ребятам. Кольным войскам отдаешь. Это хорошо, спасибо. Это спасибо. Это спасибо. Куала-пойнты так медленно капают. Они не медленно капают, они нормально капают. Здравствуйте. Здравствуйте, Дилдоска. Здорово, стримишь, здорово. Алло, СВЧ. СВЧ, алло. Ребят, я пока это... Я пока по челленджам разберусь. Мне больше нравятся, ребят, честно, вот новинки, те, которые я буду играть, я буду реально играть в годные новинки. Я не стремлюсь за такой темой, как, типа, знаете, вот только игра вышла и давай сразу в нее рубиться, блин, в какую-то... Здорово, здорово. Вот сейчас... Сейчас такая хрень происходила с Человеком-пауком и Ларой Крофт. То есть все тупо смотрят новинки у нескольких стримеров, реально, там, это Мэтс, это ВЛГ, блин, и вот какие-нибудь крупные чуваки, а все остальные, типа, меня, знаете, такие... Ну, я вот среднее звено. Ну, и то не среднее, а такое прям, на дно, короче, среднее дно, ребят. Вот, и понимаете, как бы смысл, все все равно туда уйдут смотреть, потому что там веселее. Чего вот у меня-то смотреть, и плюс я не хочу. Вот Секиро, да, Секиро, и Ghost of Tsushima, и Nioh 2 прям сразу буду гонять. По возможности попробую договориться, чтобы пораньше получить. Вот, ну, это как бы видно будет. Ой, да ладно? Как бы мне реально по кайфу было играть в боши. Я знаю, как ты стал невидимым. После спидрану по Шреку 2 у тебя появилась суперспособность превращаться в Огра. А-а-а, вот это, кстати, тоненько, ребята, было. Это тоненько, Огра, типа, зеленый, а у меня хромакей, и я тупо исчез. А-а-а, вот это прям... Смекалка спидранерская, ребята, спидранерская смекалка. Смотрите, они одинаково бегут, ребята, вдвоем делают скип. Ничего себе. Гений на донаттере, да, ребята. 2 плюс 2 равно 22. Угу, угу. Так что вот так вот. Так что, короче, ребята, вот секира и всякие такие темы я, конечно, попробую. Саня, поздравь меня, сдал на права с первого раза, не проплачивая, и купил машину. Вот сдачу тебе отправляю. С уважением. Спасибо, Азазелла, ничего себе, поздравляю. Молодец, красавчик. Красавчик, вот просто красавчик. Вот это молодец, ребята, сходил, натренил, ну, натренил площадку, натренил правила. Правила вообще изи, просто берешь на сайте, реально офигачишь на сайте, проходишь этот тест. И причем там реально вопросы на сайте, и вопросы у них вообще ничем не отличаются. И тупо приходишь, правила сдаешь вообще элементарно сразу, если ты реально хоть что-то делал. Плюс площадку тоже несложная, и город там, ну, реально не тяжело. Вот просто молодец, просто молодец. Истинный спидранер, ребята, вот без шуток говорю. Пришел, изучил, победил, все, вот. Просто ключ к успеху по жизни, ребята. Ключ. Боши сегодня будет, конечно, будет. Спейси. Спейси реально решил сейву отыграть, потому что за спину ему пошел, чтобы его локтями, чтобы локтями этот гигант его не прессанул, ребята. Он танцует локтями. И Спейси, смотрите, решает отгрести здесь по голове. В него еще плюется. Чуть не сдох. Убрал кинжал сейчас. Красавчик. Спейси. Спейси просто великолепен, ребята. Спейси просто великолепен, честно. Он, наверное, просто не играет активно, ребята, в ДС-3, потому что я не вижу другого объяснения. Либо он не выспался, не знаю. Зачем ему это. Ну вот опять паста весь чат мне сломала. Ну, ты не можешь ждать, потому что, как бы, это... Потому что боишься. Ой-ой-ой-ой. Вот эти атаки с прыжка, конечно, в серии соулс, ребята, меня реально раздражают. Просто, вот просто безумно раздражают. К сожалению, промазал одним ударом, и Куц и не смог убить сразу бомжару. Ну, растерялся. Возможно, Дэн, возможно, растерялся. Честно, не могу сказать. Но я думаю, просто попутал управление. Может быть, кстати, волнуется, потому что, ну, реально... Для некоторых людей этот турнир все-таки, блин, такие, типа, вау, Вот этот турнир. Ну, типа, спидраннерский турнир по ДС-3. Вот, они не такие, как немцы, знаете, зажрались уже и, как бы, не играют в турниры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие агрессивные дядьки у Якуцы. Это было очень неприятно сейчас, ребят, честно скажу. Я даже на секундочку подумал, что его могут убрать сейчас. Ну, в итоге оба справились, раннеры не сдохли кто. Вот здесь, если ты сдох, ты реально теряешь огромное количество времени Прям пипец, какой огромный Ты можешь просто спросить меня, какая будет финальная раскачка Финальная раскачка в DS3 22, либо 24 Вигара, то есть ХП 29 эндуранса и 40 декстерити, ловкости Все, эндуранс это выносливость, типа, чтобы бегать, ну, полоска стамины Вот тебе финальная раскачка И 10 левел пушки Таран-таран-таран Здорово, здорово, заебал с памятью Зачем, Дилдовская, тебе варить вареники? Откуда у тебя столько девушек в чате стоят? Ну, откуда у тебя такое количество вареников в хате? Хочешь вареников? Ну, свари-то Чё нет? По Касальвании Ария оф Сороу будет ближайший разбор Потому что у нас, ребята, идет турнир Ультимейт Декатлон И Хотелось бы разобрать каждую игру в отдельности То есть я думаю, что это будет на этой неделе Я, правда, не знаю, когда, потому что Возможно, будет в четверг Но не уверен, ребята Возможно, в четверг будет Завтра стрима не будет, кстати Ну, для того, чтобы просто люди понимали И плюс у нас совсем скоро уже, считайте В следующем месяце уже будут Уже будет движуха-возня, короче, спидранерская По Ультимейт Декатлону Пока что на текущий момент Самый крутой спидран-турнир Из всех, которые есть Ну, с точки зрения организации и всего остального Пока что Вот Спейси, к сожалению, не попала, ребята Есть Со второго троя сделал Айкутси, кстати, с первого сделал Получается Стор-дроу Классно Каждый раз, когда ты получаешь вот эту фигню, ребят Когда ты не можешь перекатом Отменить анимацию тяжелого падения То ты просто Злишься Вот я, честно, каждый раз злюсь Потому что меня это бесит То есть ты спамишь кнопку, реально Просто спамишь кнопку переката Она тупо Собака не работает Вот хрен ее знать Ну, сейчас проверим, как бы Сейчас проверим, ребят, что-то получится Блин, хок, это Не понимаю, о чем ты говоришь Честно, не знаю, что там у тебя случилось Но, как бы, ничего страшного Главное, чтобы у тебя все нормально было, брат Ну, у него, я думаю, фреймы просто пропадают Частенько Либо с интернетом какие-то проблемы Либо что-то в этом роде Потому что Фрейм реально отъезжает Да, пока что очень-очень близко идут, ребят Я бы не назвал еще ран, конечно, плохим Никто из них нигде не умер Все замечательно Драки где-то были такие Ну, немного кривенькие Ну, и ничего страшного Время достойное 33 минуты Сейчас на Понтифа будут заходить уже Я договорился на пятницу, ребята Пятница Где-то 6 или 7 часов вечера Вот Сейчас как раз еще темнеет Пипец, как быстро уже И Уже не надо заморачиваться С этим хромакеем Со светом И всем остальным Просто Можно Реально нормально тусить Есть Что якутцы Что спейси делают Первое парирование Но оно самое простое Посмотрим, что будет дальше Две атаки Якутцы получают Самую неприятную атаку Которая только может быть И спейси тоже самое Но они делают Как бы Все идеально, ребята Все идеально делают Вообще красавчики Оглушает еще у нас Ударом Якутцы босса Продамаживает его совсем Ну, чуть-чуть Чуть-чуть быстрее Прям совсем чуть-чуть И спейси тоже справляется Ребята Замечательно Два парирования Босс, ребят Понтив Это не босс Ну, слушайте Если они придут к концу Одновременно Это, считайте, будет Реально самый близкий ран Но, честно скажу Спейси сделал быстрее Спейси сделал быстрее ФКС А Якутцу он просто Пришлось выйти экстра раз Из игры Из-за того, что собаки согрелись Вот, поэтому Он, собственно, переделывал его И сделал со второго раза Сразу, как только вышел Ну, я как бы вижу Только реально один Такой опасный момент Это На Одриче Можно от жадности Сдохнуть Это раз Два Это Можно на Осайросе От рандома Отъехать И плюс Еще, как бы Можно отъехать На сестрах Еще можно отъехать И по дороге до сестер Там очень неприятно Как бы Ну, не знаю Посмотрим, что получится, ребят Вроде пока все Пока все Гладенько идет Сейчас на всякий пожарный Будут брать Бонфайр наверху Вот здесь тоже Еще можно было отъехать Если бы ты Ошибся со стаминой То от Сильвер Найтов Здесь тоже Можно было бы поехать И если бы ты здесь Сдох То тебя бы телепортнуло Очень далеко Назад в игру Вильгельм Скип Насколько мне известно И Кусы И Спейси Делали его Так-то Это я просто ленюсь Все Не хочу его тренить Вот А все в основном Уважающие себя раннеры Ребята Уважающие себя раннеры Все делают Вильгельм Скип Он по факту Как бы Не такой сложный Если его затренить Болин Ты все-таки победил Подписание Е-бой Спасибо, бротя Большущее Между прочим Приветствуем Приветствуем В армии Куэльного Еще одного воина Толстогоин Знаете Вот в Чипа и Дели Есть толстопус А у нас Толстовой Даже ты можешь быть Не толстым Но Понимаешь Все равно С 12 раза Только А ты с мобилой Что ли делаешь Странно Вообще Не знаю Почему Большинство людей Все-таки Любит смотреть С мобильного Трэч Я вот Люблю за компом Сидеть Как бы Смотреть Может быть Конечно Это не круто Именно С планшета Просто лег Куда-нибудь На диван Или там На кровать И так далее Слушайте Пока у Якутси Просто охренительно Рандом И у Спейси Тоже замечательно Сейчас рандом Они проносят Просто половину ХП сразу Со старта Танкует Здесь целенаправленно урон Нет Он не хотел Целенаправленно танковать Но все равно танканул Слушайте У Якутси Кстати Прям вот Превосходно Сейчас все получается Но не успел К сожалению Ту Сайкл сделать Да Спейси Главное Не танковать Сейчас урон Главное Как можно Быстрее Добежать До босса Чтобы он Не кастовал стрелы Попадает сейчас Одна Одна Тентакли Ребят Попадает Сейчас в спину Спейси Якутси Тем временем Справился уже Превосходно Тоже справляется Спейси Чуть-чуть Немножечко Отстает Здесь Не тратит Косточку А просто Делает Файерлинг Почему ты Косточку Не тратил Я что-то Не въезжаю Почему он Экономит Косточки Специально Покупал На 2 Меньше Что-ли Якутси Делает Пушку Шестого Левла С планшета Задержка 20 секунд Я сначала Не понимал А сейчас С компа Сижу Очень интересно Я понял вас Ну видите как Вот эта фишка Которую они сделали То что можно Ресабнуться За 1 доляр Если тебе подписку Подарили Работает только С компа Такие вот дела Дорога Стой Так что Вот такие вот Пироги Ребята Проверим Ну слушайте Пока Спейси Вырвался Вперед Из-за того Что у него Драка Была Чуть Получше А нет Подождите Какая драка У него Была Чуть Получше Секундочку Я не Обратил Внимания Он вообще Грейзил Пушку До Шестого Левла Или нет Потому что Я вижу Что у него По хп Он себе Хпшечку Не качал Ничего Не делал По ходу Дела Он сразу Тпшнулся На бонфайр Он не качал Ни оружия Ни статы Ребята Он сейчас Если пойдет Вот так Драться На мужика То это Будет Реально Очень здорово Спейси Очень сейчас Жестко Рискует Ребят И куца Тем временем На пол экрана Полоноску Хп Прокачал Забавно будет Выходит Из игры Спейси Спейси Красавчик Шарит То что Примерно То же самое То есть Ты на 2 секунды Медленнее всего Но при этом Ты не можешь Зафейлить А якуца Сейчас смотрите Выставляет Выставляет здесь Ноги Два года Выставляет Ноги Падает Может здесь Не долететь Упасть И так далее Поэтому Якуца Сейчас Сэкономил Только 2 секунды Ребят Максимум Ничего в этом Плохого не вижу Да Спейси Может от Ваншота Сдохнуть Сейчас На Йорме Потому что У него Нету Хп Немного Хп По дебильному Написано Будет ли он Садиться На Бонфайр Даже Не садиться На Бонфайр Уууу Уууу Ну Вообще Ну Вообще Ребята Просто Мощный Якуцы При этом Не Особо Далеко Отстает Но Тупо Из-за Того Что Именно У него Ребята Была Драка Чуть Лучше Чем У Спейси И Он Скатывается Вниз Это То же Самое По Времени Тоже Получается Ребята Он Не Экономит Времены Не Теряю поэтому тоже самое все нормально уворачивается сейчас от фаербола который прилетал ему в кабинет ну и посмотрим как ну вообще йоррм не должен по факту тебе ничего плохого сделать потому что это всего лишь йоррм и тема такая то что на в р ран который на в р бежится он точно так же с 4 левелом пушки бежится и все эти боссы убиваются с четвертым левелом пушки так что тут ничего такого нету если спейси активно бегает игру по текущему маршруту мирового рекорда то никаких сложностей в этом нету ну вот рандомич кстати ему насыпало не очень классный он попал в голову вот именно поэтому я ненавижу ребят сейчас драться с боссом вот именно здесь потому что ну посмотрите как можно с ним на таком маленьком расстоянии драться я увожу всегда по центру на центр практически с ним гораздо проще драться но ты теряешь там ну четыре секунды пока он добежит тебя так у сделать до отстойный рандому спейси вообще ужасные у якутса засчитала дамаг что-то я не обратил внимание на вам засчитала еще раз в голову спейси попала это халявное убийство фрикил ребятам вы бы ищи и кутс тоже справляется получает хороший рандом главное чтобы не промахнулся час атака она из дюпает душу сразу заранее ну как точнее он использует сейчас душу а сейчас когда убьет тетку вот здесь бабка которая здесь лежит около танцовщицы он кастанет заклинание кинет даггер и дюпнет ее по факту но дюпает 20 тысяч душ изи из бризи сразу бледы выставляю себе чтобы танцовщицу бледами убивать сварил очень вкусно ты быстро что-то за спидранила вареники ребят дилдовская сварила по фасу вареники спидранер вареников отлично и выйдет сейчас захват оглушает босса срабатывает первый раз бледы и сейчас преследует босса и во время вращения еще делает несколько ударов оглушает босса прерывает влащение не просто вращение точнее и убивает босса тем временем и кусы реально с его решил потому что там колонны и у него позиция была отстойная безумно отстойная и он танчит один удар что кстати профитно потому что у него и так полоска хп на весь экран почти где ты будешь на игромире я пока не знаю ребят я либо я просто так буду гулять либо я где-то на каком-то стенде буду но еще пока не знаю точно не знаю ребят не знаю работать особо что-то мне хочется хочется просто погулять со всеми вот проверим ой-ой-ой-ой копьем сейчас просто проткнули ребят спейси и он никак не мог ребят задоджить этот урон потому что только фрейма его появились ему сразу тычка с копья прилетела даже физически прыгнуть перекатом не успеваешь в этот момент кооперируйтесь с кастомом я напишу мишки почему нет можно спросить у него кстати как бы если ему не напряжено будет я я не против но особо я работать там прям не хочу то есть прям так чтобы работать прям вообще надо мишки написать опять же напяливаем здесь сет ассасина ребят потому что у сета убийцы стандартного дефолдного очень большие резисты у к отравлению к токсинам и к ядам поэтому с любым другим либо без брони ты вообще отравляешься моментально быстро с броней глашатая ты не успеваешь пробежать по этому озеру и чтобы тебя не отравило токсинами а драться с токсиками с эффектом от токсиков с асэйросом это вообще просто провал спейси получает хороший достаточно рандом у и концовочка не очень не очень концовочка сейчас он начнет переходить во вторую фазу и его бить невозможно потому что он насрал под себя облаком ребята это ужасно в целом все равно можно по хвосту ему наваливать следующий удар должен привести к оглушению насколько если я правильно посчитал якутцы тоже нормально делает ой не очень приятного не очень приятная атака до следующий удар как раз таки оглушает босса делает парочку парочку критических ударов у якутцы кстати очень все нормально единственное что позиция у босса вообще убийственно отстойная и он он его задамажил ребята и он не может оттуда перекатиться смотрите якутцы не может оттуда свалить я же говорю он застрял в текстурах хильси брат хильси спейси спла справился у якутцы просто очень большое количество хп поэтому он не сдох если бы якутцы был с таким же количеством хп как и спейси он был уже умер потому что тупо зажало ребят видите как якутцы прокачался с полоску хп почти на весь экран и это реально и спасло ему жизнь на этом боссе просто потому что позиция была отстойная он в текстурах застрял и по факту босс делает все атаки при этом не двигается ты оттуда никуда уйти не можешь его текстуру тебя блокируют и он все атаки в тебя вгружают ну то есть пейси я думаю еще и будет убивать сейчас чемпиона гундира в таком же состоянии всех остальных боссов что ли или будет брать бонфайра все-таки берет бонфайр и сейчас скорее всего полетит на дракона полетел на дракона до брофейн капитал все окей он не будет сейчас убивать чемпиона гундира в то время как якутцы скорее сейчас просто присядет на бонфайр для того чтобы восполнить все хп и эстусы и побежит на чемпиона гундира да все так так и вышло конец немного предсказуем ребят так и вышло вот ну и спейси после того как убьет ребята верну возьмет бонфайр подберет еще пепел для того чтобы разблокировать осколки эстус не осколки осколки шарды для титанита чтобы грэдом не титанита это вот а короче насрать ну титанит короче титанит наверное обычный обычный титанит большие осколки титанита и там эти как там в общем короче чтобы горьдонуть пушку до девятого левела я даже не помню как это дресня называется но его в баню посмотрим как якутцы будут сейчас убивать чемпиона гундира делает три атаки парирование мою стратку кто-нибудь забрал или нет себе делает три атаки две из них скрита уворачивается получает не очень приятный рандом еще парирование еще три атаки отпрыгиваем назад оба делаем еще парирование атаковый при пост или чего нет просто ну как бы такое 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 бах хорош не добивает босса молодец молодец но все равно кстати надо было получить одну хорошую атаку но с парирования когда ты просто ему критик критулечку закидываешь репост он чаще всего делает хорошую атаку опять не использует у нас косточку возвращение а он косточку возвращение не использует из-за того то что он зажег bonfire после осейроса для того чтобы восполнить себе эстус и поэтому косточку тут не с руки использовать быстрее зажечь будет здесь bonfire тп шнуться сразу на замок лотрика потому что ты сейчас бежишь сразу к лотрикам к сестрам лотрикам знаете как эти сестры олсен или как эти две две тянки то которые в комедиях то вечно играли кто фапал на на сестерочек на на этих кто помнит чать кто помнит потом будет очень сложная игра да привет пиздец привет на сестер зайцевых кто кто попал я попал на зайцевых понятность ясно спейси тем временем с план джухи развалил просто кабинет виверни вачовский да не вачовский вы чё они по-моему олсен как-то или как-то так называется я сам зайцев не повезло тебе шутка конечно сестры олсен сестры очовски но такие тоже я уверен есть вегасе наверняка работают потому что что произошло вегасе кстати и кут сейчас уже после того как босс ударил сделал перекат по факту его бы не задело вот эта атака тебя тоже никогда не заденет если ты рядом с боссом стоишь братишка 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 так близко сейчас было к тому что ты от отгреб вот без шуток говорю ох как же конечно без экстра стамины с этим боссом драться неприятно именно и кус сейчас тоже оглушает босса делает к сожалению один критический удар и получает супер хороший рандом да вы чё шутите что ли повезло кстати и кут сейчас у него хорошая драка получилось успейся тем временем такой проблемы не будет потому что когда он пойдет на этого босса у него будут статы у него кстати меньше будет мне скорее всего 20 будет в игры посмотрим как он прокачается я думаю что он все таки пойдет качаться чё это было сейчас спейси как-то он странно стрейфил если бы он направо стрейфил такого бы даже не было посмотрим как он сделает у него просто не будет достаточно сейчас ребята душ для того чтобы прокачать и хп себе и эндуранс посмотрим как он сделает будет видно насколько билет на игра мир подорожал ребят если дорого то не идите как бы зачем-то идти если вам дорого чего там не видали я думаю что скорее всего после игра мира мы тоже куда-нибудь пойдем в какой-нибудь бар там посидеть или или в кафешку лучше в кафешку чтобы йогуртов поесть как бы с мороженым чё вот бар бухать я не особо бухаю как бы вот и чё там набухиваться как бы еще набухаетесь будете ко мне приставать нафиг надо вот поэтому ой кут сейчас пытался сделать с помощью перекатов отменить урон падения да бери билет на игра мир дорогой а вот на то ли дело в стриптиз сходить там-то дешево да там вот прям дешево гораздо дешевле ради тебя все глупышка деньги есть ради тебя не жалко спасибо ребят спасибо надо ко мне приставать бля лёго хорошо по хребти не прям проехала сейчас ребята спейси выходит здесь из игры я кстати разделяя его мнение потому что блин я не обратил внимание кстати он там грейданул до какого левела какие статы вот вы меня все со своим этими йогуртами 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 все смутили я теперь не понимаю чё к чему но он прокачал хп то есть поэтому у него 21 скорее всего эндуранс 21 эндуранса и у него 5 атак судя по полоске судя по полоске да ребят где-то 21 точно не знаю здорово ну хз пацаны хз чё у вас там с рептизе поднимается asmr стрим по dark souls 3 ну asmr стрим по dark souls 3 звучит лучше чем блин больше проходить спидранить честно вам скажу по ощущениям уж лучше адрес не сделать спейси 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 наваливает слушайте как хорошо он контролирует кстати драку у меня сейчас девятый левел пушки у спейси смотрите насколько больше дэмоджи босс уже просто труп и кут с тем временем пытается сражаться ау ох ты как как он молод жата по башке спейси сейчас получил просто дайте-ка проверим чё там к чему а чё он он решил не присаживаться на bonfire решил эстусами отхилиться и курсы проходят сейчас только первую фазу очень медленно с к сожалению сражается немец бы уже развалил бы кабинет этому боссу и у нее кстати сусов нету ребята он сейчас на получал еще немного от холли магии дерет сейчас сейвов с перекатами не стрейфит не рискует правильно делает я бы точно также делал вот это можно стрейфить легко так что тут ничего такого страшного нету получает хорошую атаку так сейчас когда будет ребята напомните мне ну не то что не должно быть 9 ловла пушка потому и поэтому я как бы это ну и по факту я вам сейчас хочу сказать то что спейси не убивал чемпиона гундира и кус и не убивал и верну поэтому мы не можем сейчас решить кто из них впереди потому что этого незаметно я думаю что они примерно одинаково так как бежали так и бегут я хочу сейчас посмотреть на экран спейси для того чтобы понять какой не улыбал пушки и по количеству ударов мы посчитаем сколько сколько эндуранс он прокачал я огурт со вкусом решетка мемных двадцаточек витарио винету 5 20 мемных закинул то есть ребята основываясь как бы на ваших отзывах я должен сделать линейку своей одежды потом как бы уже линейку еды чтобы жрачка было до плюс чего еще надо сделать автопром до автопром с педра на калину однозначно однозначно с педра на калина 2 как пирожки будут уходить просто с конвейера понимаете туалетную бумагу до туалетную бумагу со вкусом слез dark souls а вот пиццу пиццу кармик фэт однозначно так что тут такие дела ребятам такие дела до 20 рублевую купюру по-любому но блин понимаете меня за фальшиво монетчица тогда присадят на бутылку надолго причем так что давайте лучше не будем этого сделать тогда влажные салфетки влажные салфетки и слез как бы спидранеров однозначно но они будут очень дорого стоит знаете это как когда девственницы вам шелковый халат вяжут или шьют шьют в данном случае вот то как бы он стоит просто астрономических детс ну денег позже детственницы же ребята делали понимаете причем совершенно летние девственницы пиццерия закрепная но это скрепки надо скрепки для закрепления ребята вот так вот огонь просто супер я вообще тогда буду самым просто журнал forbes будут прям спидранить ребята вот так вот позиции по журналу forbes с такими с такой линейкой товаров понимаете и потом этот будет этот бозис как его там как этого бозис зовут как вот он первый кто forbes это как его блин джефф бозис да вот кто такой карми коала что за дресня просто изи за месяц сразу первая первая строчка forbes ребята не ребят forbes богатых людей реально реально богатых людей не помещают там помещают только тех кто как бы это публичные публичные личности все остальные как бы они остаются в тени понимаете как говорится менеджеры менеджеры ребята топ-менеджеры они как бы forbes тусуют а реально богатые люди они не менее тип меня ну конечно если бы я попал forbes то я бы был бы топ-менеджером однозначно спейси тем временем просто ушатал ребята ушатал опять я вот блин а вот опять я ребят отвлекся понимаете спейси уже ушатал чё у него там он сейчас будет щит менять я точно увижу тюк не увидел до плюс 9 нормально чё по статам брат давайте считаем атаки сколько он сделает если он сделает три атаки у него останется еще четверть стамина значит у него 21 21 эндуранса чё проверим все так все тихо не отвлекаемся не отвлекаемся не смотрю чат не смотрю чат смотрю на экран молниевый голл по имбандал закидывается и потому что голл по имбандал там вообще унижает ребят босса и он сейчас покажет нам стратку который используется в категории все автобусы спидран смазывает наваливает три удара меняет щит блокирует еще три удара отпрыгивает назад парирование два удара дилей удар оглушается босс и gg вот без дилея к сожалению босс встает начинает с тобой драться не оглушается поэтому вот это пауза ребята пауза тайминг тайминг bled обязательно нужно ну и все сейчас у нас ребята уравнялись и по факту их уцы сейчас у нас впереди на не намножечко совсем но ему дольше надо пушку будет грейдить поэтому как бы блин все все ноздрям ноздрю ребят ноздрям ноздрю тем временем хочется пить поэтому напоминаю что спонсор сегодняшней трансляции ребятам шутка конечно спидранерские соки спидранерские соки дичь дичь ребята спидранерские соки дичь видите и че дичь ребят дичь спидранерские соки дичь вот так вот ребят слезы спидранеров так же быстро как и вошли так точно да ребятам и отправляемся в dlc dlc да ребята dlc да я пью под спидранеров все правильно конечно ребят я свой подплю понимать зачем как говорится я все время выливал бульон спидранерские в туалет и тут и подумал а чё бы не вылить его на себя теперь у нас в спидсолс комьюнити такой как бы этот закон поспидранил вылей пот на себя все а лучше вы себя как убрать нормально ну и врываемся в dlc посмотрим ребята между прочим посмотрим кто из этих мужиков кто из этих гад геймеров будет делать ребята вильгельм скип у якутс кстати отлагала трансляции интернет больше видите не теряются пакет и она замечательно фреймы прям стабильно работают сделал кусь просто волчара он развернулся хотел ему а волк уже такой знаете вот прям как на крысу на крису прям на крису сейчас сверху упадет он не сможет bonfire зажечь придется убивать господи как ему не повезло пипец да спейси однозначно делает ребята вильгельм скип и куцы тоже делает вильгельм скип отчет не пресет на bonfire то дядя все будет хилится там все делают оба делают зачем-то там мост вырушивали проверил сейчас и куцы на всякий случай упал ли мост так спейси первую часть сделал и куц тоже первую часть сделал замечательно кевин спейси эль-уан блин кевин спейси кстати офигительно актер ребят сейчас здесь делаем план же план жульочку ребята план жульочку для того чтобы получить отменить урон от падения в конце найс и куцы тоже делает но сейчас здесь у нас преследует краб как вы видите мы берем этот зажигаем bonfire спейси на него присесть не успеет поэтому надо разворачивается и бежать сразу ой два раза получил по кабинетам а и куц тем временем успел присесть на bonfire сбросить себя этого краба этот bonfire зажигается для того чтобы нам сюда нужно вернуться будет так как там слева boss grave tender а у нас все автобусы поэтому нам надо однозначно будет сюда возвращаться вот и так быстрее будет зажечь bonfire и вернуться на bonfire нежели чем потом заново прыгать вниз нафиг надо слушайте спейси пока идеально и куцы тоже идеально вот сейчас самая тяжелая часть аккуратно брат чуть не упал спейси здесь очень очень близко к тому чтобы упасть вот эта часть самая тяжелая здесь на ветку надо сойти на из сделал спейси и куцы сделал найс и здесь все еще ребята по тебе присылают вот здесь сверху стоит тоже чувак с топором и куца оббежал его на найс застрял сейчас его будет бить чувак нет найс спейси сделал скип и и и куцы тоже сделал ребят ну мужики просто вообще самая близкая гонка турнира пока что вот красавчики здесь подбираемся как раз позабираемся наверх по мосту который скинули вот сейчас мы заберемся наверх откроем ворота большие и прям сразу в подвал пройдем к фриде фриде ребят сразу в подвал пройдем самое главное чтобы никто из них не сдох просто во время драки с фридой потому что если кто-то сдохнет во время драки то то придется делать все заново да ребята все заново просто никто не закрепил карминг филс ну да брат это только я закрепляю понимаешь закреп мунити заходим в подвал выходим заходим обратно появляемся прям в подвале и забегаем сразу к боссу замечательно ну фрида вообще как бы не тяжелый босс ребят но дерьма можете за воротник конечно очень хорошо спейс сейчас проходит первую фазу красиво чувствую дистанцию вот здесь к сожалению не успел ударить раньше чем босс разменялись как как говорится в японских самурайских боевиках просто один на один вышли в поле пыш пыш и разменялись просто easy easy жизнь ребят первая фаза гг выставляет сразу даггеры чтобы кинуть кинжальчик сюда раз получает супер идеальный рандом когда босс на него прыгает сразу она находится сейчас очень далеко и как вы видите она не достает в лужи ледяной до спейси и она очень медленно сейчас идет к нему сейчас кинет вторую лужу ледяную она тоже должна не достать до него она вообще ты пешнула сейчас хилить чтобы батьку но не хрен там плавал как бы батьку уже сдох и куц тем временем получает лучше рандом огненное дыхание тоже батя труп вообще единственное что только пол хп это единственный минус так давайте считать кстати атаки сколько ну судя по тому что у и куц и полоска эндуранса гораздо больше чем у спейси спейси действительно прокачал всего лишь 21 эндуранса у него 5 атак а у и куц и 6 забегает за спину полоская полоска эндуранса у него длиннее то у ранера справа полоска то длиннее чем у ранера слева и это единственная игра в которой длина полоски не является как бы хорошим показателем в данном случае как говорится стандартные 15 сантиметров полоски они гораздо выше котируются нежели чем 25 сантиметров полоски понимаете так что вот так вообще молодцы кстати третья фаза единственное что у спейси драка с фридой была просто замечательная она еще в третьей фазе очень хорошо себя повела айкусы айкут с тем временем как бы не особо ну блин не фриды кстати реально прям реально просто очень плохо насыпал рандома и куц и он сейчас отстает уже на секунду на 20 ребята бильгельм скип сэмит где-то две минуты реального времени считайте не нужно бежать обратно там вот драться с вильгельмом либо скидывать его потом бежать вот по всей этой фигне вращать штурвал гавайский или голландский кому как больше нравится кто вращал тот знает как говорится вот и там очень много всяких таких нюансов так выождите я реально пытаюсь на глаза придя может накосячил возможно у них у двоих реально по двадцать девять сантиметров дайте посмотрим скорее всего да по двадцать девять сантиметров только хп меньше у спейси а пофиг так спейси angel skip хер там плавал нет сушку все страйк гайс просто млг гад геймер гад геймер бойс гад геймер himself и он еще упрощил свое лидерство сейчас потому что и кузы здесь будет зажигать bonfire в то время как спейси вообще не зажигал здесь bonfire такое впечатление что они проверили где бегут друг друга ну где друг дружка я не бежали вообще и вот здесь сейчас реально может быть тоже ребята драма разыграется сейчас разыграется драма то что если кузы не сделает скип он отстанет еще на 30 секунд 35 даже будет еще и минуты ребят на минуту нагнать это надо будет только чтобы спейси где-то на фейлил ну просто ну по мордосовому говорит этот димон from below еще и заполивали какашками токсины повесились выходит из игры надо драться заново ребята и якуца на стик просто из-за этого якуца реально сейчас догнал спейси из-за того что тому безумно не повезло да просто красавчик и якуца сейчас впереди потому что якуца на клаве играет сейчас посмотрим вообще суть потому как у него дергается резко камера да возможно он на клава мыши играет но может быть и нет у него может просто очень большая скорость я не знаю к сожалению на чем и куца играет возможно клава мыши это вообще резко видно только по тому случаю когда очень резко перемещаются обзор ну слушайте прям вообще сейчас ноздря в ноздрю идут чуть-чуть на пару ударов и куца впереди ну брат на здесь надо было делать перекат спейси ну что ты что ты делаешь без переката там никак вообще было не задолжить отвратно отвратный рандом брат где перекат алё сейчас целенаправленно спейси на скилухе ребят делаешь главная закрепа поднимай бокал горючего за тебя и коммунити спасибо мидир спасибо брат значит спейси сейчас целенаправленно сделал атаку с репоста потому что во время этой атаки ты неуязвим ребята и он знал что сейчас босс начинает разгоняться второй двойник и если он начинает разгоняться то все плохо ребята все плохо поэтому смазываем сейчас бредами чтобы сразу раз два три четыре пять шесть шесть ударов у них одинаковая полоска самим ребят саран моя шутка утратила утратила ребята все весь смысл моя шутка утратила просто сам пошутил сам посмеялся и здесь space использует странку когда ты можешь просто вращаться вокруг босса и босс начинает поворачиваться вместе с собой до того как захочет перейти во вторую фазу и заряжать ульту и вот еще раз еще раз отпрыгивает и сразу получает стайлер просто поляшки делает несколько ударов делает критический урон и куц исправился тем временем если бы не этот фейл то ну сейчас как бы проверим кто будет закреплять партейк ребятам кто партейк будет скреплять плюс у и куц и босс сдоха рядом с выходом а спейси должен бежать через всю арену с этим боссом для того чтобы пройти сейчас дальше и спейси сейчас позади ребята посмотрите как стремительно все просто меняется просто стремительно все поменялось спейси был впереди на 30 секунд лоханулся вышел из игры побежал обратно сел на бонфайр и куц тем временем просто догнал потому что же сделаю на жил скип с первого раза красавчики просто просто красавчики ребят 114 они уже один 15 точнее они уже в dlc после первого босса во втором очень хорошее время сейчас ребят я думаю нас ожидаем где-то что-то в районе час 35 час 37 где-то вот так вот кубочка конечно же возможно и час тридцать две час тридцать две час тридцать семь вот так вот а спутал он зачем к саму чтобы не получить здесь урон падения интересно так спейси тем временем обузит выход из игры ну я вам хочу сказать что это никакого значения бонуса не дает в реал тайме потому что он сейчас зайдет он сбросит стандартное состояние мобов то что они начнут только спауниться опять первая волна и он сразу побежит может добежать направо то есть он не выиграл ничего все то время которое он сейчас загружался он просто стоял бы за гробницей ждал пока появится мобы получает здесь урон с перекатами и куца в отличие от него кастовал спуг чтобы здесь урон не получить возможно будет отхиливать потом убивает джуди кейтера сейчас не бежит дальше вообще кстати не сумму нет здесь со второго раза значит у нас зомби потому что он не выходит вы из игры второй раз на главный первый раз выйти поэтому зомби не появляется и куца очень своего сейчас и его управляет этим жуком чтобы он не дай бог не убился нахрен обязательно делает парирование потому что парирование влияет на этого моба особенно то есть она его прям триггерит то есть когда этот мог видеть этот жук ребят когда видится что кто-то реально парирует то он как бы реально сходит с ума и начинает на тебя на него бежать и потом делает конкретную атаку атаку а я забагал и куца жук прям на лестнице застрял брат надо бежать к нему близко он да не побежит так что делаешь брат беги на лестницу надо бежать ясно ясно все брат ясно вот что значит опыта маловато ребята опыта маловато ну ничего бывает у спейси тоже между прочим затупил надо еще парирование делать брат еще парирование делать нет нормально сделал атаку у спейси мог кстати сейчас жук забагать не немножечко спейси выставляет ноги как ему больше нравятся и куза с первого раза проваливается а спейси не провалился закрепляет вот и первое закрепление ребята вот и первое закрепление и кусы справился ребята кусы справился зайдет сейчас внизу нормально закрепляем Ноги неправильно поставил Да, ноги неправильно поставил, ребята Не так, как на видосе Что, хату на якутцы поставил? Ну, сейчас проверим Мисс Кузи, бунь-джорно Ну, вот, сейчас сработает точно Все нормально Спейси не особо сильно отстает Секунду на 40 Нормально Хорош Хорош, ребята Нормально, ничего страшного 40 секунд, дело не критическое Ууу, якутцы чуть не упал вниз Вот с этой статуей он сейчас чуть не свалился вниз И он бы снизу не смог подобрать кольцо Которое регенит ему стамину Ай-яй-яй, ай-яй-яй Слушайте-ка Да, широкую на широкую неправильно Спейси сделал в первый раз Но на самом деле, ребята Влияет в основном то Под каким углом забегает на тебя жук Чаще всего Под каким углом он потом тебя проталкивает Кто побеждает? Побеждает И Кузи Бунь-джорно Бунь-джорно Кто фаворит? Я О, и Спейси тоже, кстати, застрял здесь Точно так же Здорово, анлавдру Как дела? Труханы с черкашами Это главный приз за победу в этом турнире, ребята Халфлайт кому-то заруинить Ну, кстати, возможно Но мидир тоже может дерьма-то насыпать, ребята И Кузи триггерит О, и Кузи делает, кстати Старую олдскульную стратку Кстати, она быстрее, ребята Он просто красавчик Идеально выставил ноги Сейчас провалится вниз Прямо 100% Ставлю хату на это Понимаете? Все, давайте мне две хаты, пацаны Я выиграл Я выиграл Где мои две хаты? Ну-ка, хату мне быстро Вот Посмотрим, как у Спейси получится Труханы Дилдовской, блин Дилдовская Ты как, не против, если мы твои труханы Как бы устроим спидран турнир И твои труханы разыграем? А, ребята, вонючие трусы Дилдовская или чистые? Вот это очень важный момент Ну, опенер всегда одинаковый у Мидира Вот дальше могут быть варианты Он получает дыхание Отстой А что тебе будет? Ну, кому-нибудь, что Дилдовской будет? Вот это хорошая атака, быстрая После нее он делает всегда атаку Классный Брат, ты что делаешь? Я сейчас чуть-чуть не навалил в штаны Ее можно наказать, правда, всего двумя ударами Здесь можно три успеть протолкнуть КФ Спейси тоже, кстати, справился Идет с Мидиром 40 секунд, ребят, все, разница Переходит сейчас во вторую фазу У нас Мидиру и Куцы Хорошо Можно еще ему наприсылать К сожалению, не было стамины Потому что до того, как он начинает кричать Можно успеть напырять ему еще несколько раз Чтобы его потом убежать Пока что хороший рандом у Якуцы Очень хороший У Спейси тоже неплохой рандом Ну, за исключением того, что Якуцы сам виноват Что босс сейчас дышит Все, уронил, ребят, у нас Якуцы и босса Раз, два, три И... Окей, репост Якуцы справился, ребята Сейчас начнет тоже переходить во вторую фазу у нас У Спейси Спейси, причем, продамажил его очень хорошо Осталось два удара, ребят Два удара осталось в голову Скриньте Даже один Лол ГГ У Спейси драка была лучше намного На всякий случай сделал два удара, а не три Потому что Никто не хочет, как я, лохануться во время Долбанного марафона Когда я, блин, просто Не успел сделать критулечку Когда уже убил босса Кастует сейчас пук, сразу падает вниз Четко Не попал, ребята Все, минус время Спейси, если сделает эту стратку с первого раза Еще нагонит где-то секунд 15 Ладно, чат, не рушьте психику Это же рофлы все Дилдовская Че ты начинаешь? Мы же рофлим Кому нужны твои трусы? Сейчас слово Ну, камон То ли дело бюстгальтер Да чат Не, мои трусы только вонючие, ребят Мои трусы только вонючие Другие не отдам Вот на Игромире Специально, ребят Неделю до Игромира Буду носить трусы Потом лучшему, кто на Игромире меня найдет Тому отдам трусы свои Так, Якуци, Спейси Half-Light Джудикейтер Арго у нас отъехал уже Якуци справился Здесь просто главное за спиной стоять У него Ой, сейчас неприятно Рандом получился Он иногда, этот дедок, ребята Огромный Очень быстро поворачивается И, ну, пока все хорошо Якуци убил прислужника Быстро достаточно Получил всего лишь Совсем чуть-чуть По голове Забегает за спину Хотел сделать что-ли Что ты делаешь? Якуци, что ты делаешь, брат? Он хотел просто Критульничку ему Бэкстеп сделать Или что? Позиция очень неприятная И босс очень Вот, кстати, ребят Якуци сейчас ярчайший пример Как Якуци насыпала говна просто Говна насыпала Прямо за воротник Гениальнейший босс Миязахи, спасибо Ну, между прочим, кстати У Спейси тоже отстойный рандом Ой, делает комбо, кстати Спейси делает комбо Которое просто чейнит, ребята Дис нашел комбо Уомбу На этого босса И когда у нас прислужник есть, ребят То босс Реально Чаще всего бегает, сука Спейси Что? Просто что? Якуци Позади, ребят Причем нам надолго Он сейчас здесь секунд на 30 Еще застрял Рип Спейси Ребята Ребята Готов поставить Как бы хату Чата На то, что Спейси выиграет К сожалению Гениально Гениально, гениально, ребят Босс Он не убивает все-таки прислужника Он его похилил второй раз Рип 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 Пытается делать комбо Пытается делать комбо Чуть не сдох У него хилок не осталось Надо дюпать уголь Не, справился Без дюпа Но это было настолько близко Он сейчас мог реально сдохнуть Я не знаю, где спейси может закинуть этот ран Осталось-то На Синдере Может закинуть Может, конечно, на Гайле Еще закинуть Гайль Возможно Возможно Но Как бы тут Тут, ребята Да-да-да Та-дам Там-там-там-там Это Dark Souls Детка Миязаки Я не знаю, чем думал Миязаки Когда добавлял этого босса в игру Наверное, с жопой, ребята Наверное, с жопой думал О, давайте для ПВПшников Добавим контент Круто Ну, как бы на спидраннерах Всем пофигу, ребята Как обычно Ой-ой-ой Спейси, кстати Блин, спейси закид Спейси делает то На что рассчитывает Икутс, ребята Он закидывает сейчас Первую фазу Получил, кстати, хороший рандом Когда босс дает Реально тебе время Прохилится Убегает просто за экран Каждый пятый удар Босс оглушается Осталось еще два удара ГГ Первая фаза Пройдена у спейси Закинуть все еще может Спейси, ребята Он, кстати, не смазывает пушку Я что-то не понял, почему Пытается стрельнуть у вас С арбалета Но это не получается Потому что каждая тычка Которая влетает в босса Когда он Атакует с арбалета Оглушает босса Вау, Найс, Икутс застрейфил атаку Вот прям близко реально было То есть если в замедленном Слоумо посмотреть То меч пролетел вот так вот Рядом с глазом И мимо Ну, миррерсетш тоже как бы не О, спейси Спейси Господи, боже О, май гад Закидонич, ребята Закидонич Закрепляем, ребята Закрепляем Минус хата просто Зрители Ребята Минус Минус хата зрителей Вот это поворот Шо происходит Валидол Вы, ребята, на финалы Когда придете Финалы будут реально лютые Хоть и немец, конечно, не участвует Но он сам виноват Как бы Но финалы будут лютые У нас с кимп еще Трайхарден Жестко в Dark Souls 3 Ну, я не знаю Ну, теперь я готов Кату зрителей поставить Что Якутса не отпустит Конечно, уже Эту горку Ну, хилься, брат Хилься, пожалуйста Я тебя прошу А то Зрители вообще Без хата останутся Понимаешь? У тебя уже Нет, дожди Я свою хату не ставил Алло Минус 3 хаты просто уже За один стрим, ребят Минус 3 хаты Хат не осталось Ну, не знаю У кого еще хата осталась? О, ребята Хату Хату Дилдовской Короче, хату Хату Дилдовской Ставим, ребят С молотка просто уходит, ребят Ну, это просто Пошлая хуйня Да ладно Дилдовская Что ты Мы же рофлим Что ты Господи Что такая серьезная Пацаны Пацаны, давайте Вот это Спейси тем временем Кстати, ну не особо А то у нас Икутс только отправился К следующему боссу А Спейси-то уже почти Справился второй раз С боссом, между прочим Синдер тоже может как бы Какашек насыпать, ребят Так что сейчас проверим Что-то будет Спейси получил плохой рандом В конце Посмотрим Ну вообще, если все правильно Сделать, все четко То Синдер как бы Ничего такого Прям страшного Не будет Ребят, это была шутка Хорош травить Дилдовскую в чате Вы что делаете Это Хорош Все нормально Не триггерите Дилдовскую Она клевая Не парьте ее Хорош Начинается Давайте Щиты за Спейси Теперь О, смотрите как Якутс Уже два удара И он труп Но он справился С первой фазой Поэтому все Якутс Не заливает, ребят Драку на Синдере Ну Фейлов на Неймлесс Кинге Я вообще уже не видел Лет сто, наверное Закреплений Отходим назад Потому что стамину потратили Сейчас сделать Четыре удара Ауе Да Ауе Стагерим босса И он труп, ребята Спейси тем временем Сэкономил Травушку Муравушку Ооо Кстати, куцы Ну, технически, ребята Технически Спейси еще может Сейчас подраться Быстрее с боссом И чуть-чуть-чуть Наверстать Но Скорее всего Он совсем, блин Чуть-чуть проиграет, ребята Отстой Оглушает босса В первый раз Отхиливается На всякий пожарный Ой-ой-ой Ой, фаза, кстати Фаза с магией Халява Вообще просто До свидания ГГ Магия просто халява, ребят Самая халявная фаза Из всех Которые только есть Тем временем Куцы уже отправляется На Неймлесс Кинга Ему осталось два босса Это Неймлесс Кинг И Олд Димон Кинг Ребята, пипец Вот это гонка, конечно Такая просто Такая прям А, нет У нас же еще Грейвтендер Я все время забываю То, что еще Грейвтендер есть Роняет сейчас Спейси у нас Синдера Получается Тройную комбу Серьезно Дядя, ну хорош Это Что за дичь Ладно, нормально О, кстати Кстати Кстати, я забыл Про Грейвтендер Ребят, Грейвтендер Тоже может насыпать Какашек, ребят Честно Маншоты Первого Волчару Второго Волчару Третьего Волчару Не может попасть Они отпрыгивают Так, плохо Плохо-плохо-плохо Еще смазку делает Блоки Блоки 3000, ребята Этот босс Как раз-таки Славится тем Что у него 999 стамина 999 Понимаете 999 999 стамины Сколько бы он Не блокировал Ты его критуешь Потом Вот, вот сейчас И у него После первого уже удара Опять полная полоска стамина Он может так же блокировать 6 или 7 ударов Ребята Главное убить Босса до того Как вылезет Волчара Братишка 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 Сейчас Волчара Начнет прибегать Хорошо, что правильно Сделал Отбежал назад Достал магию Смазываем пушку Еще раз молнией Не будет? Нет? Нет, не будет И начинает драться С Волчарой Слушайте Если сейчас У Спейси Будет хорошая фаза Очень близко Очень было близко Сейчас получить Тычку Двойной кусь Двойной кусь Все, гг Якутси справился Но драка была плохая Сейчас посмотрим Какая у Спейси Будет драка Решит первая фаза Ой, ну Кстати, у Спейси Гораздо лучше Первая фаза Сейчас посмотрим Как вторая пойдет Пока Вторая фаза Прям очень хорошо Реально Вот это плохо Очень далеко Отпрыгнул Двойной кусь Доджит его И вторая фаза Поехали Да, гг У него лучше драка Гораздо лучше Ребята У Спейси драка Чем у Якутсы Слушайте Сейчас еще И на неймлассе Может быть Немного рандом Первая фаза Достаточно рандомная С этим петушком Который там летает Ребята С курицей Которая летает Рандомная фаза Сейчас посмотрим Как у Якутси Пойдет Слушайте Все еще Спейси Может настигнуть Ребят Он сейчас тоже Уже как видите Приближается Очень хороший опенер Лучший опенер В первой фазе Попадает Три атаки Сейчас главное Четвертую попасть Не попал Улетел босс Он не попал Один удар Должен был быть Стаггер Но все-таки успел Стаггернуть босса Два удара Критулечка Первая фаза Первая фаза Пройдена Ребята Почти закинул Сейчас Якутси Ребята Первую фазу Так Ребята Собрались Якутси Собрались Пока что На час Тридцать шесть Ребята Идет Час Тридцать шесть Час тридцать шесть Спейс Ну Спейс Получает Фиговый рандом Босс улетел Сразу за опенер Потом начал Дыхание делать Сейчас еще Начнет несколько Атак делать Это Как бы Ребята Это провал Еще и эту атаку Получает На Просто На Стаггер На Якутси Выигрывает Ребята Эту гонку Вот если бы Только сейчас Он не ударил Ребята Реально Если бы он Сейчас не ударил Понимаете Ребята Если бы он Сейчас не ударил Босса А при этом Пропустил бы Тычку Он бы сдох Это была бы Величайшая Драма Просто Всех времен Народов Но Теперь Якутси Прям 100% Выиграл Я не знаю Когда-нибудь Я конечно Увижу Как Олд Димон Кинга Ребята Не могут Убить С первых Раз Но Сейчас Реально Единственный Вариант Зафейлить У Якутси Если Только он Застрянет В молоте У Олд Димон Кинга Это единственный Просто вариант Где реально Ты можешь Где-то Заруинить Спейси Тоже справляется Уоу 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 Хигима Хеджима Загугли Пожалуйста Брат Просто Speedrun.com Или google.com Гуглишь Название игры Speedrun Все Все Вот тебе Выдает Первый Результат Брат Идея Якуци В целом У Якуци Рандом был Похуже Чем у Спейси Просто Спейси Сам Залил Ребята Да Много Где Спейси Зафейл Сдох Нагайли Раз На Демонах Принцах Зашел В драку С боссом Получил Токсины И GG Просто Час 37 Тоже Получается У нас Спейси Час 26 40 Нет Подождите Час 26 40 И Час 26 57 Обалдеть Ребят Час 26 40 Чтобы Вы знали И Час 26 57 Это Охренительные Раны Между Прочим Охренительные Раны Именно Ингейм Тайма Чего Вообще Просто Жесть Нет У нас По Артею У нас Таймер Именно Реал Тайм Идет Не По Ингейм Тайму Турниры Идут По Ингейм Тайму Конечно Выиграл Спейси Но По Реальному Времени По Тому Который Считается Турнир Выиграл Якутси И Табличка Как бы Виннер Вот здесь Справа Тебя Не смущает С детства За Якутси Рано Считается По Реальному Времени Да Да Верно Кто победил Победила Дружба It's Bashi Time Сейчас Подождите Мы интервью Послушаем Немножечко Это Спейси У нас Говорит Запаниковал Сдох Все Ребят Пригорел Проиграл Все Понятно Якутси Тоже Врывается Ребята Пока что Это самая близкая Гонка Ребят Во время Турнира Но Ближе К финалам Я думаю Будет Вообще Просто Возня Дикая Потому что Dark Souls 3 Очень Дикий потенциал Ребята С точки зрения Гонок Потому что По факту Если Раннери Реально Затренят Все вот эти Скипы Партейки Фернкип Скипы То Там реально По факту Будет влиять Только рандом Только рандом Будет влиять И конечно же Half-Light Ребят Вот это самая Неприятная вещь Если Half-Light Убрать То Спидран по DS3 Гонки по DS3 Они будут Очень зрелищные Потому что Блин Там На фейлить Особо Много Где Не представляется Возможным Потому что Они суперстабильные Я выступаю В пятницу В пятницу Я выступаю У меня гонка В пятницу Где-то В 6 или В 7 часов Вечера Вот Так что Поздравляем Ребята У нас Якуцы Красавчик Красавчик Если Не читер За У offenders